В начале кадры, запечатлевшие один из серых апрельских будней, комиссия городской администрации во главе с мэром Магитогорска Виктором Аникушиным, загодя нанесла несколько визитов в места будущего летнего отдыха детей. В числе загородных баз было вот это благословенное место, запасное, что в Кратолинском районе. Прежде здесь были детские дачи Треста Магитострой, которые взяли под свою опеку муниципальные власти. Они-то и приехали решать их судьбу сейчас. Решение было принято. Базу отдыха взял под свой патронаж городской подростковый центр «Эго», директор которого Владимир Яковлевич Кряквин обязался восстановить порушенное временем жилье и создать здесь турбазу, а также летний лагерь скаутов. Собственно, узнать, как выполняются эти обязательства, мы и приехали в запасное в июле. Если трудные, то отчего трудные? В смысле трудные? Вот нас называют трудными подростками. Ну, не знаю. Может, возраст такой просто. Ну, а приводы и милицию были? Да у меня вообще-то нет. Я, в принципе, занимаюсь спортом. Я не такой, не дебоширю там. А у тебя были? Не было. Спорт. А участковый так же думает, как и вы? Конечно. Шпана от севера до юга, горла нет песни до утра. А вы как себя ведете? Мы только занимаемся. Вот. Не, мы не едим. Не обжоры. Вот. Ну, так ходим в клубы, занимаемся, прикалываемся так к девчонкам там. То есть, ну, не водка, не эта наркота. Нас вообще не устраивает. Это только губит вообще. Трудных мы впрямь здесь не обнаружили. Хотя бы потому, что термин этот нам никогда понятным не был. Все подростки, как любая особь в природе, встающая на крыло, испытывают трудности. Так что делить их на чистых и нечистых не имеет смысла изначально. Именно так и считают в подростковом центре ЭГО, где поставили перед хлопцами реальную задачу – работа по восстановлению турбазы. Ну, и, конечно же, отдых, который для них означает спорт. Олег Торчевич, взрослый человек, серьезный. Зачем это вам нужно? Директор турбазы. Во-первых, я не только турбазы, но еще я работаю педагогом-организатором спортивно-технического клуба «Россы». Ну, и приходится еще с ребятами мне работать, тренировать, чтобы были здоровые, крепкие мужики. То есть всем пример должен быть? Обязательно, конечно. Я же все-таки, помимо педагога-организатора, еще являюсь тренером. Поэтому мне нужно, так сказать, на своем живом примере показывать. Ну, мы и тут решили, так сказать, не расслабляться. Привезли из клуба свое железо, чтобы позаниматься, чтобы не ослабить за лето, форму не потерять. Здесь что, камней мало или горах нет, чтобы, по примеру, сизифа поднимать? Я понимаю. Камень, он есть камень. Штанга, это и есть штанга. К скаутам мы подходили с опаской. Ни слова пугало, и даже не образ жизни, а, наверное, образ мыслей, непонятный изначально. Но нам тут же объяснили, что это те же пионеры, но только вместо марксистско-ленинской идеологии они исповедуют христианство. Облегченно вздохнув, мы включили микрофон. Скаут – это разведчик, так? Да, это разведчик. Мы играем в ночные игры, в которых нужно друг друга ляпать. А чтобы не заметили друг друга, надо скрываться, маскироваться. А вот если тебя будут крестить, вот по-вашему, по-скаутски, какого ты зверяка больше всего уважаешь? Больше всего орла. Орла? Ну, дай бог тебе весь полета высокого. Еще одно последнее мгновение, и летопись окончена твоя, да, Наташа? Да. А о чем пишем? О жизни нашей в лагере, что мы тут делаем, чем занимаемся. А это кто? А это наша Афалина. Как, как, как? Меня зовут Афалина, это мое лесное имя. Лесное? Да, лесное имя. У нас у скаутов даются лесные имена после трех лагерей. Афалина – это черноморский дельфин. Это не лесное, получается, а морское имя? У нас близость с животными и с природой, поэтому нам могут дать и как лесное, морское, подземное, то есть и так же… А воздушное могут дать, да? Воздушное птицы тоже дают. Ласточка, да? Да, да. У нас есть койоты, коалы, гиббоны. У нас есть ману, есть еж, енот, сорока, эфа. А, кто вообще есть у нас? А, и сегодня ночью у нас родилась рысь. Отряд российских разведчиков-скаутов имени Александра Невского в 37 человек списочного состава готовился едва ли не к главному делу дня сегодняшнего – к обеду. И мы решили заглянуть. Нет, не в котлы, а к тем, благодаря кому должны были прозвучать самые желанные на флоте слова – команде обедать. Мы убираем тут картошку, чистим, режем. Уборчики? Да, можно так сказать. Вот это скаут, а если в лес ушли, кто будет готовить? Мы, дежурные. Ну, они, понимаю, они смогут, а вы? Ну, сможем. Обязательно. Это такой супчик с варганием, ум отъешь вообще. Оксана, а ты не слишком ли много работаешь сама? Ведь повар должен быть, только шеф-поваром, а скауты должны сами готовить? Да нет, они хорошо помогают. А сами умеешь что-нибудь? Да, у нас сегодня смена поменялась, а вчера были ребята, такие мальчики, вообще. День, проведенный нами со скаутами и спортсменами турбаза запасная, запомнился, прежде всего, каким-то неистовым созидательным порывом со стороны детей. Как муравьи они сновали между дачами, что-то строили, пилили, резали, носили в воду. Отчаявшись кого-то схватить за руку для разговора, мы спросили, ну а песнь-то вы поете? А как же? В беседку приходите, в ту, что сеном забито. Кстати, о сене. Оно заготовлено специально для животных экологического парка, который содержит Магнитогорский подростковый центр «Эго». Годы летят стрелою с гора, и мы с тобою разом из города уйдем. Где-то в лесу дремучим, или на черной круче сами себе построим дом. А вокруг такая тишина, чтобы век не снилась нам с тобой. Антон. И за этой тишиной, как за стеной, хватит места нам с тобой. Дверь покрепче сладим рядом, на цепь посадим восемь больших голодных псов. Чтобы они не спали к дому, не подпускали горе врагов и дураков. Ну, это направление должно же быть в жизни. Ну, то человек, человек, ну, что все время человеком-то быть? Хоть зверем где-то побыть. Хорошо. А почему именно рысь? Ловкая, быстрая, плавать имеет. Ну, она почти идеальное животное, не идеально только тем, что они живут в пустыне. То есть она похожа на пантеру, да, такую? Мягкие, вкратчивые шаги, такая, да? Очень быстрая, молниеносная. А ты такая в жизни? Да. А мама знает, что тебя зовут волчонком? Да. Нормально относится к этому? Нормально. У волчат, у них как-то не очень насыщенная такая программа, именно истории мы мало даем им, и по православию очень мало. У них как можно больше игр на развитие своих способностей, вот, на, возможно, утверждение себя вот в этой жизни, на этом периоде, чтобы они почувствовали какую-то свою значимость, что они действительно в этой организации, вот, что действительно они здесь братья и сестры. Ты сейчас сказала слово «организация». А не довольны ли нам этих организаций? Мы всю жизнь были организованы, заорганизованы? Нет, организация детям нужна. Без нее скучно. Вы понимаете, у нас есть неформальные, но все равно это организация. Дети сплачиваются вместе. Им нужно это... Это Коза Ностра тоже организация. Я знаю, но... Чтобы КВО. Вы понимаете, но это ведь организация, организация рознь. Зависит от того, что в ее основе. Мы не можем насильно детей, детям прививать тоже православную веру, либо прививать преданность какой-либо партии. Понимаете, они должны в этом разбираться сами, научиться мыслить самостоятельно. В пионерской организации я была всегда в активистках, в комсомольской организации я была секретарем комсомольской организации, то есть для меня это было свято. И это здорово, когда у детей есть какая-то святость, к чему они очень бережно относятся. Это должно быть. Это должна быть прежде всего любовь, наверное, к России. Любовь к своим ближним, к своим родителям, к сестрам, братьям. Видимо, для того, чтобы мы полнее поняли скаутскую идеологию, нас пригласили на вечернюю линейку. И оказались правы. Мы осознали здесь наиболее отчетливо, что же объединяет скаутов с пионерами. Желанная для всех людей, когда-либо стоящих в строем, команда «Разойдись». Смирная, разведчики и разведчицы, будьте готовы. Всегда готовы за Россию. Волчатые белочки, будьте лучше. В природе все силы за Россию. Братья и сестры, помолимся за Россию. Господи, спаси Россию. Божий дай, чтобы мы сегодня были лучше, чем вчера. Чем вчера. Аминь. Рада Рим! Ура! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова